2 февраля, господи, что же мне этот февраль? 2 марта, 2014 год. Ну, в общем, как я и предполагал, никто на призывы в соцсетях, даже со стороны Евромайдана, не выходить из-за опасности столкновений с людьми, вчера захватившими, вытеснившими Евромайдановца из здания Харьковской областной администрации. В общем, я рассчитывал, что кто-то все-таки не побоится, да, придет. Но, в общем-то, кто-то, кто-то, это будет, наверное, даже мягко сказано, вышло народу столько, что, это, я еще раз повторяю, призыв даже со стороны в социальных сетях Евромайдановцев звучал о том, чтобы не выходили, не использовали символику Евромайдана. Не ходили в одиночку даже, настолько опасались. Ну, рассчитывая на то, что не все обладятся, я решил все-таки съездить. Ну, я не ошибся. Было вчера очень безумно, просто чуть не до слез стыдно за Харьков. Я не знаю, кто там кричал, когда выводили пленных Евромайдановцев, избитых, окровавленных, распять. Порвите его, на сцену его. Я искренне надеюсь, что это какие-то провокаторы, а не Харьковчане, как... Я не верю просто, что мой город такой зверьежий. Были вчера автобусы, российские автобусы, по крайней мере, точно российские видели. Не в большом количестве, около пяти штук. Но это одно место, неизвестно, были ли другие. То есть документально я, по крайней мере, видел. Уже вечером на видеосъемках видел один штук пять автобусов. А сам уже вечером видел один из этих пяти автобусов. Ну, в общем, молодцы. Молодцы. Те, кто, я не знаю. Тюшку меня обуяли. Да, вот это вот путеноид. Дергал за ниточки этого Януковича, выкачивал из страны ресурсы. Теперь так дернул, что я через границу Янукович перевалился. Ниточки не оборвались, пытаются воздействовать. Посмотрим, 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 я не знаю. Я не верю в то, что... Сдадутся люди, испугаются. Тут было, господи, 100 человек. Три месяца на Евромайдане стали, 200. Уже их резали, не жгли машины. Они выходили. Они выходили. Путин украинцев с кем-то попутал. Хотя, тут даже что украинцы. Ну вот, я, допустим, украинец. У меня мать русская, родился в России. Я за Россию, может, больше, чем половина россиян. Но не за Путина. Не за этого упыря. Ты представляешь, вел в Крым войска. Собиратель земель русской. Неделю назад меня спросили на работе. Ведет ли... Да не только на работе, в интернете спрашивали. Ведет ли Путин войска в Крым? Я сказал, что очень вряд ли. По-моему, даже твердо сказал, что нет. Конечно, он хотел бы вести, но Путин все-таки, хоть и... Ну, там не цензурное слово было. Ну, в общем, хоть он и редиска, но и не идиот. Но, видимо, я ошибся. Пока не знаю, в каком из этих моментов ошибся. В первом или во втором. Может, он еще отыграет назад. Хотя, не знаю, что ждать. Человек, я не знаю. Опять же, цензурных слов, как-то в богатом русском языке, не хватает. Ладно, подождем. Сейчас посмотрим, что там на стороне у нас. А-а-а-а. Вот, люди, смотрите на Харьковича. Не знаю, слышно ли микрофон, мегафон дохленький. Вчера было просто отвратительное зрелище. Нечеловеческое, нечеловеческое. В общем, поеду ее на площадь Свобода, пока она оккупирована. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok